Задача у нас сегодня следующего плана. Вот у нас есть перегородка, назовем ее. Она разделяет жилую от рабочей, так сказать, зоны. Здесь стоит рабочий стол, вот он. Сюда, соответственно, примыкает диван. Значит, задача следующая. Нужно накрыть перегородку столешницей, закрепить вот сюда вот консоль на полку. Значит, и вот здесь вот у нас виден HDMI кабель и провода, которые подключают колонки домашнего кинотеатра. Вот это все нужно разместить за головой, соответственно, спрятать провода. Ну, и закрепить столешницу таким образом, чтобы не было видно ни метизов, ни способа крепления. Таким же образом закрепить полочку. Это одно. Второе, то что диван, стоящий вплотную к перегородке, он имеет вот такой откидной элемент, который будет проходить где-то вот в этой точке. Ну и размещая столешницу, нужно обеспечить вот этого прохождения, чтобы он имел возможность открыться вот так. Иначе в него не залезть, если он упрется вот здесь где-то. Ну, вот такая вот задача. Сейчас я покажу, как я ее реализовал. Ну, задача понятна. Теперь давайте поговорим про конструкцию. Ну, вот так вот это все выглядит на компьютере. Желтая полка, зеленая столешница, синяя перегородка, ну, а белый имеющийся стол. Вот, это вынесено отдельно. Вот она полка, вот она столешница. Значит, почему так, почему не по-другому? То есть раньше были у меня вот здесь прямыми линиями сопряжено. То есть я стремился приблизиться максимально близко к перегородке для того, чтобы при открывании угол дивана прошел. Он будет проходить где-то вот здесь вот. Но при сопряжении прямыми получается вот здесь вот сопряжение маленького радиуса. И ПВХ в этом месте обычно плохо себя ведет. То есть возможны варианты того, что оно может здесь усесть и отклеиться. Поэтому лучше это единый радиус. Ну, радиус был выбран максимально из того, что я могу обработать при помощи циркуля. Стол, он есть. Ну, и отвечает, наша перегородка и полк отвечают столу. То есть вот эта линия отвечает вот это и полка. Вот этой линии отвечает вот эта линия в полке. Ну, и фронтальная грань стола, она параллельно вот этой вот практически прямой линии. В объеме это выглядит вот таким вот образом. Столешница, полка, ну, и вот колонки домашнего кинотеатра. Ну, вот такая вот задача. Задача понятна. Планируемый способ реализации тоже понятен. Все, ребята, дальше таймлапс. Запасаемся бутербродами, запасаемся чаем. Ну, и 50 минут просмотра вам обеспечим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Дубровскому!